Здравствуйте! В эфире программа «7 минут в гостях». У меня сегодня Михаил Третьяков, методист областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий, и Михаил Лубянский-Бондаренко, о воспитании этого центра. Здравствуйте! Михаил Федорович, первый вопрос, наверное, к вам. Расскажите, пожалуйста, что это за центры экскурсии и туризма, что он из себя представляет? Центры детско-юношеского туризма в России были созданы еще в 30-е годы, в областных центрах и где-то в районах. Должны были заниматься и вести активную работу с учащимися вне школы. Наш центр является одним из наиболее ранних российских центров, созданных в 1940 году и чего-то ему исполняет 75 лет. То есть, в общем-то, это один из наиболее ранних центров в Российской Федерации. Сейчас центр работает с детьми Рязани и области довольно активно. Существует огромное количество объединений, которые подразделяются на отделы. То есть, у нас есть отдел краеведческий, в котором работу возглавляю я. Есть отдел ориентирования, экскурсионный, туристический и патриотический. Вот пять отделов, где учащиеся могут добровольно прийти и заниматься по интересам. Ну, я вот, как бы, курирую последние пять лет краеведческий отдел центра. Мы проводим областные мероприятия по краеведению. Занимаемся работой с музеями, занимаемся исследовательскими работами по краеведению, проводим большие мероприятия. Ну, и одно из направлений центра, довольно редкое для центров, это археолог. Я археолог по образованию, мне это направление интересное. В целом, оно существует у нас с 1986 года. Примерно уже 20 с лишним лет мы проводим детские выездные археологические лагеря и занимаемся археологическими раскопками. Ну, сразу оговорю, что работаем мы не сами, работаем с экспедицией. И вот уже больше, наверное, 30 лет мы сотрудничаем с Мещерской археологической экспедицией Государственного исторического музея. То есть это Центральный Российский исторический музей. Экспедица у нас работает в Озерной мещаре. Это, ну, уникальное место для Рязани и для России. Занимаемся мы довольно ранним переводом. Это неолит и эпоха раннего металла. Но если исторический музей 30 лет финансирует археологические раскопки в этом месте, можно подумать, что результаты действительно, в общем-то, как бы довольно необычные, скажем так, интересные. Ну, в качестве примера могу привести подобный пример, что год назад в Москве проходила выставка. В ней приняли участие Эрмитаж, музей имени Пушкина, исторический музей и некоторые западноевропейские музеи. Значит, желание было показать уникальные вещи, относящиеся примерно к эпохе Медного века и Розового века. Вот на этой выставке вещи с нашего объекта, которые мы копаем 30 лет, стояли рядом с золотыми вещами из райанского знаменитого клада, который в Пушкинском музее. И от этого соседства, скажем так, не проигрывали. То есть, внимание ко всем этим вещам было. Ну, как бы считать, что археолог должен выкопать какие-то вещи из земли, такое мнение распространенное. На самом деле нет. То есть, собственно, вещи археолога интересует, ну, скажем так, немножко меньше. Нас максимально интересует, скажем, не набор артефактов, так называют археологические находки. Ну, потому что можно выкопать из земли еще 400 наконечников, проколок, скрипков. В историческом музее эти вещи есть. Они обогатят коллекцию. Но науке ничего нового они не принесут. А вот понять, скажем, как жили эти люди, причем не материальное производство. Раньше археологию ведь называли историей материальной культуры. То есть, как они охотились, как рыбачили, как изготовляли вещи, в принципе, это уже известно. А вот уловить какие-то моменты тонкие, вот, совершенно необычные, которые, как бы, нам дополняют эту жизнь. Вот, Михаил, ты тоже археолог, да? Начинающий. Начинающий. А как давно этим занимаешься, как вообще вот тебе пришла такая мысль в голову? И вот что уже интересного нашел, что было в этом плане в твоей жизни? Ну, вот мне вот Михаил Федорович раньше приглашал моего брата старшего. Он ездил туда, вот приезжал, там, рассказывал, как там хорошо, там, интересно, там. Ну, я решил тоже вот попробовать съездил. Ну, вот понравилось, там, хорошо. Отдохнули, там, поработали. Миш, какие у тебя планы вот в будущем, где-нибудь, в перспективе, в такой далекой? Хочется стать, может быть, прям археологом? В принципе, если вот получится, то можно даже попробовать. То есть, интерес такой конкретный, да? Да, есть. Михаил Федорович, вы расскажите, наверное, вот какие планы на будущее, перспективы? Ну, понимаете, лагерь археологический – это мое детище. То есть, создано было больше 20 лет назад. Раньше лагерей таких было несколько, но, к сожалению, как бы в нашу эпоху количество их захотелось до одного. Археологический лагерь, он сильно отличается от лагерей, скажем, и отдыха, и труда, и профильных лагерей чем? Ну, во-первых, экспедиционное начальство смотрит на детей не как на детей, а как на сотрудников экспедиции. Собственно говоря, и относится к ним. Во-вторых, лагерь палаточный. То есть, фактически, значит, чтобы приехать, мы приезжаем на чистое место, и через три дня тут должен быть лагерь. С туалетами, со столовой, с волейбольной площадкой, баней и так далее. То есть, вот, фактически, в этом году у меня новички выехали, Миша и его одноклассники. То есть, они первый раз. Ну, в общем-то, с помощью приезжих мы сумели лагерь выставить. Оставить. Ну, не сразу, конечно. Во-вторых, естественно, они не только работают на раскопе, не только работают с находками, но ведь и обеспечение жизни лагерей тоже находится на них. То есть, это и вода, это и приготовление пищи. Ну, есть у меня, конечно, женщина-повар, но помогают ей мальчики. То есть, школа жизни, можно сказать. Да. А тут может быть и дождь, и ураган, и все что угодно. То есть, естественно, полевой лагерь есть. Поэтому тут ребята приучаются не только, скажем, к археологии, но и к обслуживанию самих себя. Сколько мы ездим 30 лет на одно и то же место, оставить его чистым, чтобы было приятно приехать на следующий год. И в то же время это чистый воздух, это озеро, это сосны. То есть, это вот, ну, буквально легкие очищаются за полтора месяца. Копать нам приходится долго. И не все имеют опыт жизни в палатках. То есть, одно дело в турпоходе, когда ты идешь там 5-6 дней, ночуешь в палатке, там надо переночевать. Тут ты живешь в палатке полтора месяца. Это, ну, немножко иное мироощущение. Потому что если в походе берем минимальное количество палаток, и там дети кладутся, как сельди в бочку, как шпроты, то здесь мы стараемся расселиться, то есть, по одному, по двое. Ну, даже больше по одному, потому что это мой дом, и вещи должны лежать на своем месте, и спальня должна быть на своем месте. То есть, по крайней мере, я тут живу, провожу, ну, скажем, пусть ночное время они проводят там. Ну, днем иногда лягут поспать. Но это должно быть место отдыха. Поэтому там не должно быть ни ученики, ни чего. Ну, чем еще хороший лагерь? Дело в том, что вот первые дети, которые у нас там появились, сейчас им где-то уже лет 40. То есть, они приезжают сюда до сих пор в свой отпуск. Привозят детей. То есть, на Шагаре поменялось поколение несколько. Вот мой ребенок, когда приехал, собственный ребенок, в дошкольном возрасте, то есть, ему было года два. Ну, археологи своих детей вывозят рано. Так вообще, дети у нас должны работать с 14 лет, это пускается. Вот. Сейчас мальчику уже 32, и он уже привозит мне своего сына, который тоже первые шаги, он научился в годовавом возрасте шаги делать именно в экспедиции. Ну что ж, спасибо вам огромное за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Михаил Третьяков, методист областного центра детско-юношеского туризма и экскурсии, а также Михаил Лубянский-Бондаренко, воспитанник этого центра. Всем еще раз напомню, что эта программа 7 минут. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»